Следующая тема называется «Циклические группы». Как выглядит таблика умножения? Что такое циклическая группа? Понимаете? А что такое циклическая группа из N элементов? Это вычеты по модулю N. Какие у нее элементы? 0, 1, 2, 3 и так далее, N-1. Оставьте отделение на N. Какая операция групповая? Сложение или умножение? Сложение. Отлично. Какой принцип? 0 плюс что угодно это будет то самое, да? Вот 0 плюс 1 это 1, 0 плюс 2 это 2, это 3. 1 плюс 1 это 2, 1 плюс 2 это 3. Понимаете, да? Так, отлично. Отлично. Что? N равным. Да? Ну, N плюс... Нет, N может быть любым натуральным условием. Сложение ассоциативное. Конечно. Обратным элементом для R является число N-1. Отлично. Есть такая группа, называется циклическая группа. Теперь, будьте добры, возьмем какое-нибудь натуральное число N побольше. Ну, я думаю, для определенности N равно 12. И вы пишите, пожалуйста, сколько в группе... Да, кстати, еще иногда для краткости пишут вот так вот. Вот, чтобы не взять скупы раз и Z. Господа, давайте-ка мы сделаем так. Сколько в группе Матариан равно 12 элементов? Первого порядка. Второго. Третьего. Четвертого. Шестого. И двенадцатого. И, пожалуйста, просто выпишем, ну, что это за элементы. То есть напишите здесь в штуках. И раз в соответствующем столбце выпишите все эти элементы. Итак, рассматриваем аддитивную группу. То есть аддитивная от слова add, знаете, да? Аддитивная группа. То есть операция – это сложение. n для простоты равен 12. То есть что, 12 часов, все будет. Будьте добры, сколько там элементов в первом порядке? И что это за элемент? Ид. А? Все. Все. То есть вы ничего не понимаете? Ид. Конечно. Ну, а как он обозначается в нашем случае? Ноль. Ноль. Конечно, ноль. И это единственный элемент первого порядка. Порядок элемента – это наименьшее такое число, что он столько раз может быть собой достойно. Так, какие же там элементы второго порядка? n по полам. Ну, 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 для 12 – это что? 6. 6. Совершенно верно. Есть такое число 6. Это элемент? Второго порядка. Второго порядка. И он один. Сколько элементов в третьем порядке? И что это за элемент? Так, 8. Это 6 и 8. 6 уже было. Нет, это 8 и 4. 4 и 8. Сколько их штук? 2. 2. Элементы в четвертом порядке. Сколько? И что это за элементы? 3, 6. Что? 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9 – это неверен. 3, 9. 3, 9. 6 уже было здесь. 3, 9. Так, и сколько их всего? 2. Здесь что? Что? Это называется... Элемент шестого порядка. Что это такое? Ну, это 1, 6. Ну, то есть 2. 2 и 10. 2, есть такое число, да. И 10. 4 уже было, 6 уже было, 8 уже было, 2 и 10, да. Их действительно 2 штуки. Так, элемент 12. Все остальные? Все на просто. Все остальные. Те, которые взаимно простыли, число 12. Ну, которые не было написано. Которые не было написано. Что? Функция Эйнера, числа 12. Это верно. Это что такое? 1, 5, 7, 9. 9, я зря написал, спасибо, один из конечных моментов. Так вот, 4 элемента. Вы правильно сказали, что функция Эйнера. Вы одно не заметили, что это и в остальных случаях то, что функция Эйнера. Дело в том, что, когда вы интересуетесь элементами 6-го порядка, то на самом деле вы можете забыть про 12. Вы можете смотреть только на вершины празднического уровня, да? На старте, по-моему, для 6-го порядка. А там это функция Эйнера. Ну, хорошо, хорошо. Если вы справились с этим числом, давайте вы у меня сейчас получите задачку поинтереснее, потому что я думаю, что это достойная задача, и, что называется, нужно, чтобы все это четко понимали. А давайте вы у меня сейчас получите число... 24. Ну, давайте так. Сначала мы будем 100. Как ни странно, это даже легче, чем 24. Хотя, кто это похож? Какие бывают элементы в группе вычетов? Какие бывают элементы в группе вычетов? По-моему, 100. Какие порядки? 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Все правильно. 5. 5. 10. Да. 16. Нет. 20. 20. 20. 20. 20 бывает еще. 25. 25 бывает. 50. 50. И 100. Слушайте, господа, все уже поняли, что теорема Лагранжа вернала. А теперь мы рассматриваем только делители числа 100. Попытайтесь придумать какой-нибудь другой элемент, ничего у вас не получится. и сейчас будете добре и сделаете то же самое то есть опять система я не уже не рассчитал это место может не будет входить на чем вы справились? сколько элементов порядка 1? что это за элемент? ноль ну в общем ноль почему? в нашем случае нам не летим, это значит так много элемент 1,0 сколько элементов порядка 2? 1,50 1 элемент и это число 50 порядка 4? 25,75 абсолютно верно, это 25,75 и 2 штук порядка 5, и что это за элемент? 20,40,60,80 отлично, молодец 20,40,60,80 и сколько их штук? 4 4 если числа правильно я понял, то мы делим на n равных кусок и берем те, которые взаимно простые да, 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 да а потом умножаем на то есть для числа, если бы у нас было для числа 5 то были бы ответы 1,2,3,4 но здесь мы еще умножаем на 100 делить на 5 здесь тоже самое, мысленно стоит порядок, да? 5 числа 10 пишем ответ какие взаимно простые? это 1,3,7,9, да? и их надо все умножить на 10 поэтому на самом деле получится что? 10 10 30 70 70 90 сколько штук? 4 4 20 это 4 это 4 функция Эйлера от 20 а там я напоминаю, что это функция Эйлера количество чисел от 1 до 30 взаимно простых с числом 20 это же не функция Эйлера это функция Эйлера 1,5 1,5 у вас итак здесь что нужно для 20 1,3,4 1,3,4,5 1,3,4,5 1,3,4,5 1,4,4,5 1,4,4,5 1,4,5 1,4,5 1,4,5 1,5 1,4,5 1,5,5 1,5 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 85 и 95. Отлично. Значит, здесь будет сколько? 8. Так, а фео 25 это сколько? Это на кистиль надо у нас. Фео 25 сколько? 5 на 5. Ну, в смысле, фео 5 на фео 5. Да. А на самом деле? Да. Чему равна функция лейбера? Вот смотрите, для числа 20 все числа, которые с числом 20 взаимы касты, это выписанное вот здесь. А для числа 25, что такое числа взаимно простые числом 25? Деляющиеся на 5. Сколько чисел, не делящихся на 5? 4,5. 4,5 ход 25. 20, конечно. Ребята, в связи с числом от 1 до 25, 5 штук делятся на 5. 5, 10, 15, 20, 25. Значит, я здесь должен выписать все числа, понятно какие, да? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Согласны? И теперь я их все на множину 4 и сюда написать. 4, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 24. Можно считать, что вы сами напишите, если вам все и нам нужно будет? Хорошо? Ответ какой? 20. 20. Функция лейбера 50. 40. 50. Сколько? Функция лейбера 50. 20. Тоже 20, господа. Если вам нужно для числа 50 выписать все взаимные простые числа 50 числа. Смотрите, какая будет история. Вот у вас для числа 20 это не написано. Пытаемся писать для 50. Единица годится, а тройка годится? Нет. Нет, но зато 27 годится. Тройка годится, четверка не годится, но зато сколько годится? 29. 29. То есть надо к четным числам что прибавить? 25. 25. Значит, ответ здесь будет, а мы узнаем, так вот. Это будет число 20. Так, и для числа 100. Все остальные. Я понимаю, сколько их штук? Фиат 100. 40. Фиат 100. Фиат 100, это 4 умножить на 25. Это тоже 20. Нет, это тоже 20. Нет, смысл. 40. Ехали в 40. Кстати, их очень легко описать, да? Кто мне скажет, что такое число взаимопростое с числом 100? Не делящееся на 2. Нет, вот это число, оно записывается цифрами. Вот что должно быть, чтобы у вас... Последняя цифра, недавно вы все отчетом... Цифра, пятерку или ноль. 1, 7, 9. Молодец. Последняя цифра не должна делиться ни на 2, ни на 5. Последняя цифра, это 1, 3, 7 или 9. Четыре врядка. Ну, а перед ней, ну, смотрите, остатки деления на 100, можно описать 0, 0, 0, 1, 0, 2 и так далее, вот до 9. Ну, можно 0, 3 как 0, 0, 0, 1 как 0, 1, понимаете, да? Вот, отлично. Так вот, в разряде единиц у вас не должно быть 0, 2, 4, 5, 6, 8, 9. А могут быть 1, 3, 7, 9. То есть в разряде единиц 4 варианта. Ну, а в разряде единиц у вас не должно быть. Значит, действительно, функция A, микрогатя числа 100, равна 40. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, чему равна сумма вот этих вот штук? 1, 1, 2, 4, 8, 1, 1, 2, 4, 4, 8, 20, 20, 20, 20, 20. 100. 100. Почему? Потому что леглое число к каким-то порядкам по модулю 100 владель. Правильно? Причем единственное, что, давайте я запишу это в качестве факта, и вы, пожалуйста, что-то осознайте, потому что это вообще в теории числа очень часто используется, и такая важная, простая, но важная теорема. Теорема. Сумма значений фуфа среди единицера, взятых по всем делителям числа n, равна n. Обратите внимание, мы сейчас только что эту теорему доказали. А именно, мы с вами рассмотрели все элементы группы, вычитывали по модулю n, и сказали, что, если бы высчитывать, сколько элементов какого-то порядка, давайте напишем, элементов порядка f, где n делится на f, существует сколько штук? или так, столько-то штук, сколько? мы там в таблице, что ли? f от f, отлично, отлично, это правда, это правда, замечательно. А как выглядят эти элементы, вы поняли или нет? Это n делить на r, умножить на... и умножить на... на этот элемент. на... давайте я так напишу... число, взаимно простое... с r... с r... взаимно простое с r... вот здесь вот у нас две отряд вариантов. Почему такое число при умножении на r начинается а делиться на n? Ты понимаешь, почему? Когда n делить на r, умножаешь на r, получается n. что бы после этого ни было, все равно на n уже делиться. Субтитры создавал DimaTorzok